Привет, спасибо, что заглянули на мой канал, меня зовут Елена, и сегодня видео посвящено парфюмерным обновкам, парфюмерным покупкам, которые были совершены мной во время путешествия в Италию, и эти ароматы были не запланированы совершенно, я планировала купить какие-то другие ароматы, но по воле случая, по воле судьбы мне попались именно эти ароматы, чему я очень рада и довольна, потому что, во-первых, их редко встретишь, во-вторых, ну, обладать ими, можно так сказать, быть таким счастливцем. Наверное, начну с того аромата, который я купила в качестве такого экземпляра для коллекции, не для того, чтобы его прям носить. Первый аромат, о котором я хочу рассказать, это аромат Аквадидженова Ла Суперба Рова Неро, аромат очень старинный, сама парфюмерная, парфюмерный дом основанный, это итальянский бренд, был основан в 1853 году, достаточно интересный, известный, старинный парфюмерный дом итальянский, и аромат этот, он относится к группе женских ароматов, и он очень специфический, очень специфический, такой пряный, я бы сказала, именно на итальянский манер, итальянские травы, какие вот солоноватые нотки, мне слышатся нотки базилика, орегано, вот такие, знаете, когда ты что-то готовишь на кухне, и специи, травы перемешиваются вместе, и очень красивый достаточно аромат, в нём нет вот какой-то вот нынешней, скажем так, новомодности, современности, вот так вот выглядит флакончик, очень красивый, действительно, именно хербовый такой, травянистый, специевый, именно, специевые не восточные специи в наше понимание, а специи итальянские, прованские, такие очень мягкие, пушистые даже, наверное, съедобные, и такие вызывающие слюноотделения в плане принятия пищи, не навязчивые, не кричащие, но в то же время в нём есть какая-то изюминка. Я повторюсь, что я покупала этот аромат именно для коллекции, не для того, чтобы его носить, хотя он очень-очень даже и неплох в данный момент. Я бы сказала больше, наверное, что в то время, когда такие ароматы были популярны, то на женщине такой аромат смотрелся очень даже и интересно, но в данный момент, мне кажется, хочется надеть его на мужчину, хотя, хотя, знаете, это всё очень индивидуально. Есть женщины, которые носят уды тяжёлые, кожу тяжёлую, а есть мужчины, которые носят цветы, поэтому, ну, всё очень индивидуально, нужно всё пробовать и смотреть. Но на самом деле очень красивый и флакон, и сам по себе аромат. Как пишет Фрагрантика, то этот аромат посвящён женщинам, аромат цветочный, фруктовый. Я, правда, не услышала именно цветочность и фруктовость в этом аромате, но по заявлению Фрагрантики этот аромат содержится в бергамот, лимон, лайм, ноты сердца – это ландыш, фиалка, бургенвилея, лилия, роза, ноты базы – вистерия, белый гриб, мускус, почули, сандалы, ветивер. Ну вот я очень отчётливо слышу именно, наверное, да, вот эта грибнистость, почуливость, землистость, белый гриб или шампиньон, и вот что-то действительно такое есть, именно съедобное грибное, с которым приправляется специями в виде, в виде, может быть, базилика или орегано. Поэтому вот такой вот какой-то странный аромат, я не слышу ни розу, я не слышу ни фиалку, ни ландыш, а вот зелёность, почуливость и такую именно грибнистость, запах грибов, свежих грибов, когда ты их режешь, нарезаешь, срываешь, вот есть вот этот вот такой приятный грибнистый запах. Ну, я вижу всё же больше этот аромат на мужчине, но не обессудьте, возможно, это было и иначе задумано. Вот такой вот аромат в коллекции, редко встречающийся, поэтому я не могла его не купить, и забирала я это уже в последний флакон. Следующие два аромата, это ароматы одноимённого одного бренда, это Le Parfum de Rosine, два аромата, посвящённые розе. Бренд Parfum de Rosine основан на традициях и истории Франции. Её создатели стремятся именно воссоздать и возродить традицию создания ароматов старой Le Parfum de Rosine, которую в 1911 году создал знаменитый парижский модельер Адельер Поль Пуаре. В данный момент проектом занимается внучка Наполеона III, Мария Леон Ружон. То есть все ароматы основаны на запахе розы. И если вы любители ароматов с нотой розы, вам просто необходимо познакомиться с данным брендом. Я очень люблю розу в ароматах, и, наверное, вся моя коллекция, которая начиналась парфюмерная, она начиналась именно с аромата дамасской розы, когда на тот момент я очень хотела пахнуть розой. И я нигде не находила в люксовой парфюмерии запахи парфюмы с ароматом розы. Мне хотелось пахнуть именно розой, и я мечтала вот обмазаться прямо этими лепестками, мечтала о принятии ванны с розой. И тогда мне мой муж подарил аромат с нотой розы, дамасской розы. Мат Un Air in Damas, аромат Дорин, очень-очень помог мне тогда в восприятии розы и в желании иметь эту розу в своих парфюмах. И да, именно с этого парфюма и началась моя коллекция, как таковая, именно нишевая парфюмерия. Ну, а теперь вернусь к тем ароматам, которые я приобрела. И первый аромат, который мне очень-очень-очень нравится, это, может быть, я неправильно читаю, Un Zesty Rose. Это, посмотрите, какие кисточки у этого аромата, у этого парфюма, у этого флакона. Это очень тонкий, нежный, лёгкий, воздушный, свежий аромат, свежий такой запах розы в перемешку с лимонной цедрой, с лимонным соком. Роза нежная, только проснувшаяся, только раскрывающаяся, тонкая-тонкая. Немножко, как будто бы её приправили зелёным чаем. Вот такой вот очень необычный аромат, и в то же время он освежающий и манкий. Он не такой прям стойкий, что прям как с утра набрызгался, так и всё. Но его необходимо обновлять, но мне кажется, это не так страшно. Наоборот, чем интереснее, что ты можешь обновить аромат, нежели как он сел на тебя тяжёлым таким грузом, так и идёт с тобой весь день. Лёгкий, воздушный, цветочный, нежный, тонкая-тонкая роза, не розового цвета, а именно кремового, буквально белого, даже немножко с зеленцой. Даже кисточки на этом флаконе, они говорят о такой вот какой-то нежности, зелёности, ну вот только юности этой розы. Аромат прекрасно подойдёт абсолютно любому возрасту, но в то же время и юным девушкам, если они любят ноту розы, потому что нота розы, она такая капризная, и она бывает яркой, напористой, помадистой, такой кремовой, жирной даже можно сказать, да. А этот аромат очень тонкий и ненавязчивый, поэтому идеально будет подходить как на лето, так и на ношение в офис, либо куда-то в общественное место, где не очень принято пользоваться ароматами. Этот аромат точно никого не раздразнит своей навязчивостью, а будет идеально смотреться весь день. Поэтому присмотритесь, очень красивый флакон, матовое стекло, здесь буква «Р» такая выгравированная, очень красивый, чувственный именно за счёт нежности и воздушности. Присмотритесь. И второй аромат – это аромат «Пауссиер де Роуз», это аромат уже более кремовый, более насыщенный, более такой взрослой розы. Она как будто бы искупалась в специях каких-то, и это уже более вечерний аромат, кремово-пудровый, и более и такой сексуальный, что ли, я бы сказала, и, наверное, более манкий и томный. Этот аромат, конечно же, он будет идеально подходить женщинам уже за 30, в нём именно вот эта вот кремовая помадность присутствует, и роза уже не такая юная, не такая нежная, она уже распускается, но ещё не до конца распустилась, то есть это не та роза созревшая, которая уже осыпается своими лепестками. Нет, это роза, именно скрывшаяся наполовину, она говорит о том, что я красива, я сексуальна, я очень притягательна. Посмотрите на меня, я царица всех цветов. В этой розе больше пудровости и сливочности именно, и я очень рада, что я приобрела, я ещё раз повторюсь, я очень люблю розу в аромате, и расскажу, конечно, более подробно об этих ароматах в следующий раз, но, опять же, посмотрите, кисточки, она более вечерняя, она оливковая такая, да, вот как вот именно маслянистая, и красивая, я очень люблю, не знаю, довольно безумно. Два аромата, о которых я просто не могу не сказать, эти ароматы настолько потрясающие, посмотрите, у меня целых два, один, как мужская версия, и второй женский вариант, хотя это тоже всё индивидуально. Мне посчастливилось познакомиться с молодым, талантливым, потрясающим, таким гениальным парфюмером итальянским, совершенно молодой бренд, это Симон и Андриоли, на выставке, кто был, знает, слышал, видел, я не была, к сожалению, на выставке, это моя мечта, побывать хотя бы раз на Миланской выставке, либо побывать на парфюмерной выставке, но мне посчастливилось познакомиться, лично увидеть, обняться с этим потрясающим, молодым, талантливым мужчиной, парфюмером, который закончил гражданскую школу, и начал создавать собственные ароматы. Мы приобрели два аромата, посвящённые именно путешествиям, запискам, ароматы создавались именно по, знаете, как сказал Симоне, что он вёл дневник, и вот эти записи, которые он оставлял в своём дневнике, он воссоздал эти ароматы. Мой аромат, я не знаю, я так подошла к этому столу, где стояли эти ароматы, я даже не знала, что это парфюмер какой-то, обычно в Десенциана, в нашем любимом магазинчике, подошли к нашему любимому продавцу, ну и стали спрашивать, что нового, что, и он говорит, ну вот такой у нас сегодня презентация таких вот ароматов, хотя мы видели в витрине, что эти ароматы уже стояли, но сегодня, говорит, у нас презентация, и сам парфюмер приехал рассказать об этих ароматах. народу было очень много, но как бы я не очень люблю вот все вот эти шумные компании, да, очень сложно получить какую-то консультацию в этот момент, и мы просто пробежались с мужем по ассортименту, и я отметила для себя вот такой потрясающий, не знаю, он какой-то чарующий, он феерический, этот аромат, мой аромат называется «Don't ask me permission», вот такой вот, мне Симона подписала этот аромат, написано «To Elena with much love» с подписью, поэтому я безумно рада, что обладаю, во-первых, подписью, во-вторых, у меня есть фотография, в-третьих, у меня есть память, и у меня есть вообще такие приятные моменты, и посмотрите, как я часто использую этот аромат. Аромат 100 мл, и у меня достаточно приличное количество жидкости уменьшилось. Флакон выглядит вот таким вот образом, сзади написан текст именно почерком самого Симоны, он здесь можно, здесь на итальянском, но можно найти на официальном сайте перевод этого текста, и это именно «Diario alfattio», то есть дневник альфактивный, то есть он именно передавал свои эмоции через аромат, где он путешествовал. Этот аромат посвящен Бразилии, как он рассказал, когда, вы знаете, это настолько, я не знаю, как я его выбрала, я подошла, понюхала и сказала, что всё, я хочу этот аромат, всё, больше ничего, больше мне ничего уже не интересовало, мне не хотелось уже ни «Х», ни «Нила», ничего другого, ни «Амуажи», ни «Мема», ни «Мема», ничего, мне уже не хотелось, я хотела только его. И насколько он такой вкусный, настолько он такой сексуальный, он бунтующий, он взрывной, он чувственный одновременно, этот аромат. Этот аромат настолько проникает вот в каждую клеточку, им невозможно надышаться, и я забросила все свои ароматы, которые я привезла с собой, я пользовалась изо дня в день только им. И нисколько, ни граммочки вообще, не жалея о том, что я купила этот парфюм, что я познакомилась с этим брендом, мне хотелось бы ещё, конечно, купить «Малибу», и кое-какие другие, но всему своё время, как говорится. И этот потрясающий аромат о Бразилии, о празднике, о карнавале, о танцах, о такой праздничной жизни, веселье, задорности, о аромат о раскалённом песке, и о коже, которая охлаждается солёным морем, и напитки, которые разливаются по рукам, когда вы танцуете, и из бокалов это всё выплёскивается на разгорячённую кожу. Очень праздничный, очень весёлый, жизнерадостный, манящий, зазывной, призывной, вот всё что угодно, чарующийся и очень-очень, прям, знаете, сексуальная бомба. Я им пользовалась, и получала массу комплиментов, и, вы знаете, до сих пор получаю, когда я его наношу, и поэтому я его сегодня нанесу, уж очень я по нему соскучилась. Очень вкусно. Это безумно вкусно. Второй аромат, это аромат для моего мужа, тоже с подписью, Андре Симоне оставил свою подпись, и парфюм уже, да, коробочка выглядит вот таким образом, там тоже текст, и здесь тоже текст, это тоже Диарио Альфатио, и это уже более интимный парфюм, он более глубокий, он более томный, он дымный, кожаный, удовый, почулевый, он действительно очень красивый. В Италии было жарко, и этому аромату не хватало вот какой-то воздушности, именно с климатического условия, именно в климате он не особо раскрывался, и мой муж немножко даже расстроился, потому что я посоветовала ему купить этот парфюм, потому что мне он правда понравился, хотя мой муж хотел приобрести другой аромат, и мой муж хотел приобрести аромат Смоу Кавгат, но и у него в Смоу Кавгат ноты следующие, сомалийский элеми, стирокс, кашмир, абсент, амюрис, также оманская кожа, у нас есть пробник, но если честно, я меньше, он, да, он очень не дымный, именно такой, Смоу Кавгат, это всё о, всё тоже о путешествиях, и посещение церкви, и вот эти вот моменты, это всё очень личное, и человек пытался передать свои эмоции, аромат красив, он уникален, он, что я хотела ещё отметить, что Симоне не стремится создать ароматы, трендовые, да, скажем так, он стремится воссоздать, сделать те ароматы, которые нравятся лично ему, передаёт своё настроение через ароматы, он не пытается завоевать вот эту нишу, когда трендовость, да, вот эту, когда хотят кожу, хотят ут, хотят табак, хотят там ещё что-то, фрукты, овощи и так далее, нет, именно свои эмоции, и это очень ценно, потому что многие, многие, бренды современные, и не только, они пытаются податься под какую-то трендовость, и чтобы это покупалось, у Симоны другая задача, и это хорошо, возможно, именно этим он и подкупил меня, потому что, и вообще подкупает именно своей искренностью, что не нужно следовать этим всем тенденциям и трендам, не нужно поддаваться вот этому всеобщему ажиотажу, что это хорошо, а это плохо, нужно быть индивидуальным, и парфюм именно и позволяет показать свою индивидуальность, если кому-то что-то не нравится, это не значит, что не нравится вам, или если вам что-то нравится, это не значит, что должно другому нравиться, парфюм – это музыка, парфюм – это чувство, парфюм – это очень личное, и личные эмоции, личные переживания, личное состояние, даже тело, здоровье, те же кожные условности, кожа у кого-то более сухая, у кого-то более жирная, у кого-то нормальная, у кого-то холодная, теплая, жаркая, что вы ели сегодня, то есть все очень индивидуально, поэтому, когда говорят, что на мне там этот парфюм не сидит, или на мне там парфюм этот не лежит, или он не стойкий, и говорить, что это плохой парфюм, это неправильно, нужно прислушиваться к своему телу, прислушиваться к своему носу, прислушиваться к своим желаниям, и тогда вы найдете именно тот парфюм, который вам нужен, я хотела праздника, я хотела счастья, я хотела радости, и я получила в том парфюме, который я купила, Don't ask me permission, Don't ask me permission, и синтоза, это очень чувственный аромат, он и женщинам тоже подойдет, но я вижу, я очень люблю мягкие, тонкие женственные ароматы, поэтому я вижу его мужским, и мужчина, конечно же, не юный, мужчина уже созревший, статусный, и не на каждый день этот аромат, безусловно, синтоза, аромат, о... знаете, у него очень такой зеленовато-ветиверный аромат, чувственный, очень близко сидящей коже, он передает эмоции спокойствия, что ты спокоен в этот момент, что ты подаешь флюиды спокойствия, и мужчина, либо женщина, носящий этот аромат, она как бы окружает себя вот именно с завесой такой, через которую не пробиваются никакие негативные эмоции со стороны... с вне. Очень мне нравится, и в нем есть такая загадка, и немножко минорность, в нем нет торжества, а именно такая минорность, а может быть, это даже в смотрении в себя, да, созерцание себя в этом аромате. Прекрасный, я думаю, что в Москве этот бренд представлен, и его можно где-нибудь найти, я не подскажу где, можно погуглить, в принципе, если я найду ссылку, то я обязательно оставлю, но этот бренд заслуживает внимания. И Симоне положил также вот Smoke of God, пробник, Pacific Park, очень интересный аромат, синтоза еще раз, и вот Этерна, тоже очень неплохой, именно как мужской аромат, я его и вижу, именно тут и черный перец, и бергамот, и цитронные, ситрон лифс, листики цитруна, опопонокс, гелиотроп, лабданум, все ароматы очень высоко и качественно собраны, отличные материалы, и один аромат, который посвящен именно итальянскому, итальянцам, итальянскому парфюмерному искусству, это аромат Mandorla di Noto, именно для итальянское направление ароматов, аромат гурманский, в нем миндаль, сахар, амбра и ванила, и он на самом деле очень тонкий, приятный, миндальный аромат, засахаренный сахар, засахаренный, кристаллы сахара, амбра и ваниль, очень приятный, действительно такой итальянский манер парфюмерии, очень приятный, Mandorla di Noto, нота миндаля, очень приятный аромат, знаете, вот хочу все ароматы его, действительно отличный парень, отличный парфюмер, подписывайтесь обязательно на его инстаграм, я оставлю ссылку, заходите, смотрите, где есть парфюмерия, пробуйте, слушайте, передавайте свои эмоции, что вы ощущаете в этих ароматах, и еще один парфюм, который мы приобрели в свою коллекцию, это бренд Penhaligon, посмотрите, какая безумная красота, это лаковая коробочка, и невероятной красоты, посмотрите, это парфюм называется Каира, и это просто что-то с чем-то, вот такая вот красота, золотая этикетка, сзади все как обычно, Penhaligon, Лондон, бантик, это очень вкусно, это очень красиво, это очень богато, это добротно, это аромат о розе, это аромат о... это восточный аромат, и он очень манкий, тумный, сливочный аромат, я его немножко сравниваю с ароматом Armani Privy, с Diorabi, да, это именно такое же направление восточной розы, восточного пути, караваны, жара, цветы, специи, амбра, безумно красивый аромат, он очень стойкий, он очень шлейфовый, он играет, он переливается, и этот аромат, этот аромат позиционируется, как и женский, и мужской, содержит в себе дамасскую розу, шафран, лабданум, нагармота, ваниль, пачули, сандал, белый кедр, очень красивый, древесно-теплый, пряный аромат, розовый, бальзамический, ванильный, он именно, идеально подойдет в прохладную, прохладную, особенно зимнюю погоду, но и летом он потрясающе красив, но больше тогда уже выходит именно такая сливочность, помадность у этого аромата, и летом он лучше смотрится на женщине, поэтому, если вы мужчина, и вы любите все-таки ароматы розы, не все мужчины это делают, не все мужчины любят, но если вы смелый мужчина, и вы интересуетесь парфюмерией, вы любите парфюмерию, присмотритесь к этому потрясающему красавцу, Каира, это все-таки такое египетское, какое-то такое что-то, у меня представляются, египетские пирамиды, вот это пустыни, это песок, это жарище невыносимое, и буквально расцветающий цветок розы, который красный именно розы, такой вот буквально как мои цветы, но это не розы, это аморилис у меня, но просто такой пурпурный, яркий, ярчайший розы, бархатистый, тягучий такой, жирный, очень красив, и просто великолепен, когда я послушала, увидела, сказала, что мы его берем однозначно, то есть бескомпромиссный такой, и да, у меня много, опять же, ароматов с нотой розы, и что еще хочу сказать, как-то, когда-то, несколько лет назад, мы были, опять же, в Италии, и попали в один бутик, и там была женщина, я уже рассказывала эту историю, она, очень странно, но она, как-то называется, астрологический парфюмер, я не знаю, существуют ли такие или нет, но она почему-то спросила, когда я родилась, когда, где я родилась именно, приблизительно какое время, и сказала, что я всегда буду выбирать буквально одни и те же ароматы, то есть она говорит, что я руку даю на отсечение, что по большей части ароматы у меня именно с запахом розы, ванили, ну и почули, и вот насколько она права оказалась, я потом приехала домой и пересмотрела, и поймала себя на мысли, что буквально недавно, что действительно я выбираю практически идентичные ароматы, может быть, чуть меньше, чуть больше концентрации того или другого ингредиента, но буквально, ну не буквально, а очень много ароматов, которые очень похожи между собой, и я, да, обещала, что я сделаю видео похожих ароматов между собой, потому что есть какие-то ароматы более дорогие, не каждый может себе позволить, и есть более ближе, как бы к ценовой политике, да, возможной, которую попробовать человек может, есть некоторые ароматы, которые схожи, либо доступны как-то в каком-то, в какой-то области, то есть в каких-то магазинах, они более представлены, эти бренды, нежели какие-то другие варианты, но опять же, скажу, завершая вот свою речь по поводу вот этих вот, того, что женщина это сказала, что я буду выбирать идентичный аромат, и это правда, идентичный аромат это, Армани Приви Роуз Ди Араби, и это очень-очень похожий аромат, может быть, только немножко-немножко отличаются какие-то нюансы, но на самом деле ароматы очень схожи, на мой взгляд, вот этот аромат от Пенхали Гонс, он более плотный, более такой тяжелый, и бархатистый, а Роуз Ди Араби, она более воздушная, летящая и шлейфовый, этот аромат ближе сидит к коже, я не скажу, что он не шлейфовый, он шлейфовый, но он сидит ближе к коже, за счет своей вот этой жирности, маслянистости, и он больше такой округлый, тот больше с такими шипами, роза с шипами, этот более такой, с шипы срезанные, вот, и, в общем-то, это были все ароматы, о которых я хотела рассказать вам сегодня, которые мы купили, может быть, я что-то забыла, но вряд ли, скорее всего, это все, что я хотела вам показать из покупок в Италии, парфюмерных, и ждите следующего видео, если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, если вам было интересно, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, лайки, мне будет очень приятно, до скорой встречи, всех целую и обнимаю, ваша Елена.